Всем другим рассказываю, где писать. Участник спросил, не сразу понял, где писать. Есть отдельный пост в Телеграме, он сейчас самый последний, и это пост для комментариев. Вы посмотрите это видео, все остальные, и можете что-то прокомментировать, задать вопросы. Я потом этот пост просмотрю и вопросы постараюсь в аудиоформате ответить. Для вас было все закрыто. Ну что ж. Давайте знакомиться, Надежда. Что я знаю на данный момент про вас? Что у вас ребенка, у дочери, мальчика? Девочка год и семь. Как зовут? Атопический дерматит, Элина. Элина. Задержка идет один год и семь месяцев. Ну ладно. С двух месяцев атопический дерматит, да? Да. На двух месяцев. Вот. Можете рассказать пару слов буквально про тот путь, который вы проделали? Почему? Взяли, пришли на психосоматику и начали заниматься. В курс даже попали, участвовали. Просто пару слов буквально об этом пути, почему вы там делали. Был ли у вас какой-то медицинский путь, медикаментозный, что-то там и так далее. Попробуйте. Ну, если попробуйте, сделайте. Да, был именно медикаментозный курс без... Ну, то есть, работает только когда ты замазываешь гормонами ребенка, оно потом... Курс прекращается лечение и заново все повторяется. В смысле, это несколько вот так кругов, парочку-тройку мы прошли. Вот. После чего, ну, я поняла, что это... Либо ее постоянно замазывать. Ну, у меня девочка, и она такая маленькая, там, до года. И мне просто было жалко ребенка замазывать вот этими тяжелыми препаратами. Да, да. Ее. Я знала, что это вот либо ее постоянно придется мазать, либо, ну, надо искать какие-то другие пути, раз это не помогает. Я, наверное, перепробовала от чисток, там, трав всяких, там, каких-то других, ну, как сказать, БАДов, вот, к гомеопатию обратилась. И вот попала, слава Богу, каким-то чудным образом вот на ваш блог. Читала отзывы много, что помогает людям действительно, что это все у нас внутри. Ну, я сама, как бы, тоже, ну, немножко знаю и верю, что это все на самом деле во мне. Да, это, как бы, истина. Вот, и поэтому сразу не раздумывая, как только был первый вот поток, я туда записалась первым делом и ждала с нетерпением. И когда вот началась первая лекция, я думаю, ой, так все легко, так классно, я все проработала, у меня, видимо, на поверхности какие-то были, там, раздражение, там, на свекровь, там, ну, какие-то я проработала, думаю, вот так классно, так все легко. А потом бац, и у нее кожа, да, скоро улучшение, кожа вроде бы не сухая, ну, вроде как-то получше, а потом вот этот зуд, он и не проходит. Вот, то есть у меня стык на, она все равно честна, вот это все расчесывает, даран, и, ну, я не знаю, что, ну, то есть я вот, видимо, на поверхности то, что вот сняла, так сказать, такие неглубокие, а дальше вот мозг не пускает, что-то очень сильно, либо боюсь, либо, ну, не знаю, куда дальше копать, просто... Хорошо. Значит, формальный вопрос, сколько вам полных лет? 31. 31 год. Теперь, Надежда, смотрите, когда вы используете слово верит, верю, верю, что это все связано с нами, ну, я вам скажу так, я слово верю не использую, мне для меня важнее условно-рефлекторные связи. То есть я исхожу из этого, верить в условно-рефлекторные связи, как бы, ну, хотите, верьте, хотите, нет, они просто есть, работают. С этой точки зрения ваша дочь, Элина, она показывает, демонстрирует своей кожей, что ее мозг думает, что живет в обстоятельствах, в которых среда внешняя вот такая, ну, то есть сигнал из среды такой, на который нужно отвечать, соответственно, на эпидермис. Ну, то есть вот она так, ее автоматический мозг, вы меня слышите хорошо? Да-да-да-да-да-да-да. Ее автоматический мозг живет так. У него, вот на данный момент, напишите, она, во-первых, вы говорите зуд, она тешится всегда ли, все время, или есть там моменты, когда особенно, вот здесь коротко. На ночь засыпает, и ночью зуб, то есть я вообще практически там каждые пару часов встаю, ее подкачиваю, чтобы она быстрее уснула и не расчесывала себя до ран. То есть это ночь, и вот бывают моменты расслабления, днем тоже сидит себе, ноги чешет. Ноги, руки. Ноги, руки, да? А кожа, она какая? Она имеет там шелушение, что-нибудь? Да, шелушение. Вот сейчас, на данный момент, по шелушению, такие там корочки сухие опять пошли и на спине сейчас, красная, да, сухая кожа. И на спине, то есть ноги, руки, спина, да? Да, да, да. Вот сейчас тоже. Хорошо. То есть мы с вами имеем ситуацию, где, еще раз повторю, мы из этого ищем, то есть мы понимаем, что если мозг ребенка, ну, как бы, меняет параметры работы эпидермиса, что вот возникает ощущение, вот такие, да, которые вызывают зуб, там, либо изменение с кожей, то, значит, это попытка ответа на что-то. Вот на что-то. И наша задача с вами найти, на что мозг реагирует. Связано ли это с какой-то ситуацией сейчас, или это связано с ситуацией и сейчас, и прошлым. Вот те самые условно-рефлекторные связи, которые говорят о некой памяти, которая снова воспроизводится и воспроизводится. Мозг вроде реагирует, а событие где-то уже там, в прошлом было. Либо что-то, что вы не осознаете привычным хроническим восприятием сейчас. То есть самая типовая стратегия справиться с неприятными эмоциями у подавляющего большинства людей. Какая? Подавить, спрятать, избежать с ними контакта, вытеснить. В результате мы всегда за это заплатим. Но вот мама с детьми платит за это сигналом и детей. Ну ладно, хорошо. Давайте пройдем тем формальным ключам, которые вы должны были пройти во время курса. Да, и давайте я спрошу вас так. Вот если сейчас взять вот эту историю, зуд, ноги, руки и спина, сейчас добавилось перед засыпанием, да, особенно ребенок? Ну да, вот в период расслабления такого, вот она, когда уже там вот что-то не играется, она вот там что-нибудь остановилась, села, села, отдыхается, начинает подсосновываться. Угу. Питерсновление, да? Тогда отвлекается от какой-то, от каких-то занятий, от какой-то деятельности, да? Да. Она переключается на себя. Угу, да. Ну я правильно вас понял? У меня сразу такой отклик, да, я уколом горле. Да. Расскажите, пожалуйста, про этот отклик, сейчас вынимаете. Это, ну, обратиться к семье, это у меня как-то с этим затык. Не знаю, что такое. Там все говорят, то есть, по-моему-то, я там приходь к себе, там, там, займись с тобой, там, что-нибудь про себя, у меня даже представления нет. Там, схожу в ванну или там на массаж, ну, как будто надо мне садись на массаж, а удовольствие, то есть, от этого я, то есть, про, обратить внимание на себя, это у меня как-то не заложено. Здесь давайте я поставлю вопрос так. А что у вас происходит, когда вам нужно обратиться к себе? Ну, смотрите, все, что сейчас происходит, прям сейчас, вдумайтесь. Я пытаюсь потратить время на вас, а вы на себя. Ведь мы сейчас с вами вдвоем. Я не заслуживаю, не заслуживаю. Ого-го! Что-то там, видоса там, благоволили, там, вам подать, а не на меня. Не заслуживаю. Ничего случилось, да. Понятны? Слова понятны. Если использовать язык курса, то что в этом сверху есть еще, хотя вот я не заслуживаю, ком в горле бы сказали. Да, 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 вот у меня не выгодно, то есть, сразу все, ну, то есть, какого-то, ну, как будто недостойно, не заслуживаю, там, вот эта вот вся неуверенность в себе, как бы вот, все вот такое, весь спектр. Недостойно. Хорошо. Вы вот в этот, это у вас, получается, внутри вот такие отношения с собой. И если вы все-таки обращаетесь внутрь себя, то вы сталкиваетесь вот этой вот недостойности. А то вы поворачиваетесь внутрь себя, начинаете тратить на себя внимание. Я думаю, надо же там что-то другое поделать срочно, там, ребенок, там, дом, все, вот, и сразу меня заглотил, поглотила не я. А если я, то, ну, в первоочередно какие-то другие дела. Вы сейчас слышите, что то, что вы говорите, ну, вот по внешней форме очень похоже на то, что я вот описываюсь с ребенком. Смотрите, смотрите, как вы приводите ребенка, я говорю. Правильно ли я вас понимаю, что когда она вынуждена отвлечься от какого-то дела и остаться с собой, там, либо засыпает, то есть контакт только с собой, да, успокоится, остаться с собой, она начинает чесаться. И вы говорите, и вот как только я остаюсь с собой, я стараюсь быстро переключиться на какое-то дело, выключиться там, на что-то. Вам не кажется, вот эти две вещи очень похожи? Ну, да. Ну, вот сейчас со стороны я вам это говорю. Похожи формально хотя бы? Да, да, да. Давайте перейдем. Я, когда в Санкт-Петербурге, я видела вне себя, да. Ну, как ты первый ребенок или... Был моим ребенком, сейчас стараюсь, ну, это отдельный человек. Ну, в вашем случае похоже, что... Ну, в вашем случае похоже, что... Ее мозг, ну, как вообще-то и бывает, ее мозг не понимает, что я это не мама. Ну, то есть... Мне тоже почему думать, ее мозг такое говорит. Если мы сейчас берем вот эту гипотезу, что это две похожих штуки, то ведь это значит, что ее мозг сейчас такой сидит и думает. Если я оказываюсь сама с собой, то почему-то, блин, почему-то это пипец как плохо, опасно, неправильно. Я что-то... Это я не знаю этого. Я не умею, я не понимаю, начинает расти там. Что-то начинает расти, тревога там. Да, да. Ее мозг так думает. И тогда она, ваша дочка, имеет такой же патрон, такую же историю внутри себя. Хорошо. Скажите, пожалуйста, попробовали ли вы, например, если мы берем метод Драфкина, отделить вот эти две вещи сейчас? Да, я почему-то вот когда с намерением ей говорю, что это там все вот сегодня, крепко, с пустым, ночью, или... Например, у меня прошел хорошо день, там эмоционально с подружкой была, приехала домой. Все было хорошо. И также по методу Драфкина, что я ей говорю, что ты там один, твоя кожа чистая. Почему-то у меня стропатят все эти моменты с точностью бы наоборот. То есть день прошел хорошо, у нас ночь пипец. Там не с кем. То есть я ей говорю, что мы с намерением на ночь ложимся, что мы крепко спим всю ночь, просыпаемся только на рассвет, без пробуждений. Мы опять там не спим. И вот все почему-то работает с точностью бы наоборот. Ну, вот почему-то такие моменты. Вот прям как-то... То есть работает, да, но только наоборот. Абсолютно. Я сейчас вас спрашивал про вот эту историю, про то, что знаешь дочь. То, в те моменты, когда ты не занят чем-то, и не можешь найти что-то, на что отвлечься, переключиться, вынуждена быть сама со собой. Минимумом игрушек или вообще укладываться спать. Тебе дочь включается то же самое, что включается по мне. Но я-то умею быстренько переключаться. Я взрослый. А тебе деваться некуда. Ты начинаешь чесать себя. Что такое чесать себя? Что вы поняли про то? Про раздражение, взвлость, гнев, страх, Агрессия даже, аж ручьи. Короче, вот подавленные, подавленные гниги, да, человек чешет себя. Да. Ну, сейчас давай. Я уже, ну, что такое, я же все делаю уже, все перепробовала, ты снова свешешься. Ну, сколько можно? Вот так. Стоп. Что еще за чесоткой можно стоять? Из раздатки что вы помните? Я из послед... Вот то, что мне подкликнулось в последний раз, это вот я, знаете, как-то вот у вас на видео видела, что вот так вот можно мимо ходить и там закрываться, и как будто я вот так вот постоянно скрывалась, закрывалась. То есть мне уже муж говорит, ну вот, посмотри, это же хуже, ты что, не видишь? А я говорю, ну, все нормально, все нормально. То есть я как-то как будто пыталась вот, не воспринимать или не принимать вот это вот не принимать это было, что да, там у нее какая-то проблема с сложностью. То есть у меня наставление было, что мой ребенок совершенно взялся в голове и как бы если я вот это вот внушала-внушала-внушала, ну, как бы и старалась вот это вот прям вот так вот проходить там, не знаю, и отвлекать все-таки поэтому у нас только на ночь это и выходило вот это вот. Давайте переведем, давайте переведем, попробуем на простой язык. Мой ребенок моя навязчивая проблема. Ну и симптом, конечно же, я имею в виду. Мой ребенок со своим симптомом, да? Моя навязчивая проблема. Это вторая причина, да, для чесания. Когда говорят, что некая мысль, некая идея прям зациклена, навязчивая, она зудит, я не могу от нее избавиться. И пытаюсь делать вот это. Мой ребенок моя навязчивая проблема. Вторая, да, причина, почему люди могут настойчиво чесаться. Третья, давайте еще третью выделим, почему люди могут настойчиво чесаться. ну, просто то, что у меня как от триггера мои, это вот мама когда у меня действительно TaUnado, не-не-не-не-не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп, я именно про Вокли, про сам симптом расчесывания. Первое, вы сказали, раздражение, гнев подавленный, очень много. А, программа Да, ну, естественно, на границе, да. Второе, мой ребенок, моя навязчивая проблема, то есть есть некая навязчивая тема, ребенок ли, или вообще тема какая-то ваша, которая зациклена. Зациклена часто именно со злостью, с виной, вина эта злость не всегда повернута. Вот она зациклена, и тогда есть идея, от которой словно не могу освободиться, эта идея будет заставлять меня чесаться. Либо, как иногда бывает при ПТСР, да, с травматическим стрессом расстройствами, люди чешутся. Для чего? Это самый простой способ. Быть как-то вернуться в тело в том смысле, в том смысле, что уйти из-за тревоги, из тревожного состояния, вернуться. в состоянии хоть какого-то взаимодействия, контакта. Вот таких три, назову, причины, по которой это чешется. Вам из этого, да, я слышу, что у вас там есть разные истории, и с этим, пока мы не торопимся, мы идем по кругу. Вам из этих причин что больше развивается? Навязчивая проблема. Навязчивая проблема. Ну, это самое больное, что мне кольнуло сердце, потому что как-то... Мой ребенок... Мой ребенок... Моя навязчивая... Так или как звучит ваша информация? Ну, это звучит так, как будто я вот не могу справиться, бедный ребенок мучается, да, я вот ничего с этим не могу поделать. Это, ну... Длина немножко себя, конечно. Что я не могу... Мне кажется, что я не справлюсь. Вот, все. Всему конец. Все. Я не могу и обеспечить безопасность, обычную жизнедеятельность, обычную потребность, там, с неспокойным... Вот это сейчас то, что вы сейчас говорите, это же по десятибалльной шкале насколько баллов это проблема в вашем внутреннем переживании. Я не могу справиться, я не могу помочь ребенку, да? Здесь. Десять? Да. Хорошо. Это ваша навязчивая вещь, да? Зацикленная, навязчивая, называющая на боли веревью. Да. То есть, получается, не ребенок, а вы являетесь уже профессиональным переживальщиком. Ну, то есть, с двух месяцев вашего ребенка дерматизма. Да. И вот все это время, полтора года, вы профессионально нарабатываете навык переживальщика. Правильная проблема? Да. Я не знаю, я просто спрашиваю, вы соглашаетесь со мной, да? Ну, я постоянно, да, вот, мне идут, и у меня аж что делать, куда бежать. У меня вот последний из трансов из моих чувств, это вот, помогите, спасите. У меня просто крик какой-то души. Вот, как бы, я этот маленький ребенок, и просто помогите, спасите, было с тобой делать решение, что-то такое выходит. Помогите, спасите от чего? Поддержки дайте, дайте уверенности, что все будет хорошо, быть рядом, большой сильный. Помогите, спасите от чего? От небезопасности какой-то, почему-то приходит. Какой-то, какой-то... Ну, как будто вот я не чувствую рядом вот уверенного взрослого. То есть, если я достала вот моей дочкой Элей, и вот у нее вот это вот, помогите, спасите, как будто вот она не чувствует рядом уверенных взрослых, которые, ну, со всем справятся. То есть, все боятся, все бегают вокруг, всем страшно, все никто не знает, что делать. И вот это вот чувство, да, е-мое. Я не стала уверенной взрослым. Да. Ну, со взрослой, это тоже из детства, что это тяжело, тяжелая взрослая жизнь, и тогда я там от мамы. Ну, да, со взрослой, это у меня тоже не было. Я не стала уверенной взрослой. Давайте пока оставим на это. Давайте еще и смотрите. Сейчас я спрошу вас очень коротко, пожалуйста, расскажите те данные, которые вы нашли, исходя из анализа фазопрограммирования дочки. То есть, вот за год до, во время беременности, мы знаем, что у вас в два месяца уже вылезает дерматит, да? То есть, ни в месяц, ни в полгода, ни в первый месяц, да? То есть, это не надо. Ну, в первый месяц там были какие-то, там, какие-то точечки, прыщички, покраснение щечек, но это такое было, все такое, как сказать, произошло, и, ну, то есть, я там начиналась страх, а когда новорожденно, что это, типа, нормально, потом, что это, что это, что это, я буду экономить время, буду немножко перебивать вас. Значит, что вы нашли действительно важного, на ваш взгляд, из фазы программирования, то есть, вот из этого периода до зачатия года и беременность, что могло, с точки зрения, вот, скажем так, условно-рефлекторной причины, могло создать предрасположенность к такому реагированию. Переведу на русский язык. Из вот этого периода, который я сейчас спросил, было ли что-то, что могло подготовить вашу дочь, мозг вашей дочери, скажем так, к тому, что я словно оголенный проб. Про этот период у меня именно то, что происходило, это было нарушение границ, то есть, конкретно, я там, и право голоса, если я что-то говорила, то есть, меня как будто, ну, не то, что не воспринимали, ну, да, не воспринимали, ну, про нарушение границ, это вот самое основное, что вообще. А как вы ведете, вели себя в связи с этим нарушением границ? Что это было? Долго ли было? Макова. Макова. Это была, ну, вот, беременность, там, вот, коронавирус, там, все эти дела, у нас была свадьба, в апреле, то есть, уже там на второй, у меня третий месяц, там, была беременность, рекрас. Вот, и, то есть, мы в городе, уже живем, и тут, естественно, с родственниками, а я не могла пригласить, даже по другу, то есть, мне было такое, и я, кажется, не хотела гостей, но они все равно потом пришли, то есть, нарушение границ, как будто, вот, это не мать, ну, как будто я там не причастна, знаете, как будто меня, нет, ну, такое чувство, что не имею права голоса, да, и вот, нарушение границ во всем, там, ну, свекровщики заходят к нам в квартиру, там, без предупреждения меня это тоже очень сильно напрягало. Насколько это долго длилось? Про нарушение границ? Да, вот это историк первый раз. До момента, вот, курса, вот, пока я, вот, апреля, мая, вот только сейчас проработала, что у меня к свекрови нет никаких, никаких, там, негативных чувств, я сама, ну, то есть, и она как-то перестала ходить, и у нас как-то отношения наладились, и я думаю, как я вообще могла на нее злиться, ну, то есть, это вот прошло. И сейчас как-то я стала более уверена вручать свои, хотя он на все иногда выходит все равно через слезы, что меня не слышит, я уже кричу, говорю, ну, почему? Это же потрясающе, что выходит через слезы, и то, что вы кричите, это все потрясающе. Вы страдаете по этому поводу, что вы кричите и плачете? Ну, да, мне нравится, что у меня какие-то просьбы элементарные, у меня как-то проходит через боль внутренней истерики, то есть, у меня груди все равно сжимается, и это тяжело, то есть, сначала у меня ком в горле стает, у меня пошли слезы, и потом я... Каждый раз приходится рожать, да? Каждый раз приходится, через... Ну, да, вот это вот... Рожать, слезы. Как роды, как-то, выговорить, да, все через горло, у нас. Ну, ничего, рожать, многолетная мать будет, рожать, новый, слез. Ладно, это понятно, но самое главное, отстаиваете, да? Ну, вот через какое-то, через усилие, то есть, очень, такие, эмоциональные. Да, то, что у меня действительно, нужно. Я добиваюсь, конечно, но через неприятное неисучение. То есть, не просто там, так, стоп, стоп, давайте сделаем так. Сейчас мы имеем на данный момент две штуки, которые вы так выделили. Первое, это мои отношения с ребенком, а мой ребенок, моя навязчивая проблема, да? где вы используете такие вещи, такие скразы, как крик души. Я не смогла, я не стала сама уверенной взрослой, я очень много истощаюсь, да, от симптома ребенка. Да. Вторая, это тема границ, которые напоминают роды, вот, ну, я образно выражаюсь, то есть, чтобы защитить свои границы, чтобы защитить границы. Мне легче помолчать, потерпеть, потому что, если, если, если решиться, то тогда это роды. Ну, так сложно, да? Вы же потерпели, я боялась, что, ну, реакцию других людей, что они там одиннадцать, и вот эта ситуация с границами сейчас, она с кем особенно ярко в семье? Вот там, где вы живете, кем она? Граница такая вот, больная. сейчас уже нет эмоций, сейчас, наверное, с мужем именно это про просьбы, какие-то, что мне нужно, то есть, мне приходится объяснять, еще это вот рожать, да, действительно вот это все. Рожать, Солоком, слезы и словки потом сказать. Хотя просьбе... Кушеров нужно вызывать, так, кушеров вам нужно постоянно вызывать, я понимаю. Значит, что-то как-то, получается атмосфера, попробуйте сейчас обобщить вот это все, и рассказать нам всем и представить, что вы еще и своей дочке рассказываете, Элине. Знаешь, дочь, я живу в пространстве, которое ощущается мной вот так вот. Знаешь, дочь, я ощущаю, я живу в пространстве, которое ощущается как небезопасно. 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 Чем? Не могу почувствовать это пространство дома. Вообще, то, что связано с безопасностью, у меня на два месяца упало с педренального столика. вот, и, конечно, сейчас вы это говорите, сейчас вы это говорите, чего вы замерли, чего ждали, какую реакцию. Сдала, что вот она, небезопасность, которую я устроила, которую я, как сказать, не, ну, из-за своей усталости, недвижительности, не достигла, хотела просто там отойти там на секунду, а ребенка оставила, и тут получилось. Короче, вы сейчас сделали такую паузу, сказали, на упал у меня на финальном столике, сделали паузу, и так смотрели, то скажу. Давайте, обвиняйте меня. Да, я сейчас вам раскрыл страшную тайну, страшную тайну, вот, которая испортила жизнь моему ребенку, да? Да. А вот, теперь я не могу этого вину, я эту вину не могу ничего с ней сделать. Я повидывал родителей, которые умирают, и вопреки здравому смыслу, не отпускают вину, умирают от вины, и не готовы отпустить вину, которую когда-то взяли за какие-нибудь такие штуки, подобные детей. Я же не шучу, я серьезно абсолютно говорю, выглядит ужасно, но не хотят отпускать. У меня последние недели, я уже ей говорю, что у меня там зуд, я говорю, ну что, скажи мне, что делать, может быть, вы будете лучше у меня, и у меня действительно улыбнулось, что может, этому ребенку будет лучше всего. Вот сейчас то, что вы говорите, вот это меня по-настоящему пугает. Я сейчас объясню, почему? вот это уже ближе к возможным причинам, потому что это говорит о том, что вы очень сильно оторвались от некой реальности в свою вот такую невротическую, маленькую, переживальческую, ну такую зацикленную историю. настолько, что уже представляете степень безвыходности, я сейчас вам и другим говорю, представьте степень безвыходности надежды, что ощущение внутреннего, это мир, в котором вы живете. степень безвыходности внутри этого мира такая, что я даже готова пойти на крайнюю степень разрыва вот этой связи в материнской связи, ну даже в уме просто подумать об этом, прости своего ребенка, степень безвыходности, до которой я себя в ощущениях довела, вот это страшно для меня, потому что есть реальность, а есть то, как вы эту реальность проживаете, зацикленная в ужасе, и ваш ребенок отражает не вот эту реальность, а отражает реальность, в которой вы варитесь, внутри которой вот эта постоянная перепроверка, постоянная я не смогла, крик души, может быть моего ребенка лучше без меня, накатанность навыка того, что вот не проходит, не проходит, не проходит. Ну еще вот как вы сейчас говорите, у меня почему-то в голове одна мысль, это вот как будто мама мне сейчас сидит и говорит, что вот зря родила, как будто я такая вся отмельченная, что и не справляюсь, и вот хочу уйти из этого мира, что и ребенок от меня страдает, и мама мне говорит, вот зря родила. хорошо, давайте я сейчас резюмирую кратко, и мы с вами что-то поймем, что сделать. Значит, в анамнезе у ребенка, во-первых, судя по всему, вы, Надежда, являетесь человеком, у которого есть, скажем так, давайте так, с точки зрения кожи я все запишу. Очень похоже, что вы очень, ну, такая, конечно, ранимая, метущаяся, и внутри права на отстаивание своих границ вы не имеете по многим причин. Ну, так, вы не имеете права. Похоже, что вы долго копите это напряжение внутри, настолько, что попытки защитить они могут напоминать роды. то есть, вы описывали прям подготовка потуги, там, ком в горле, встал, проходит, родила, что-то защитила. И, конечно, это тяжело. Похоже, что вы действительно очень много копите, права не имеете. Отсюда у ребенка есть, отсюда у ребенка появился в анамнезе, то есть, в фазе программирования вот этой истории. Со свекрови, словно я здесь права не имею, что значит права не имею? Гранит, значит, не имею. Я вынужден проживать ощущение постоянного их нарушения, молчать об этом и ничего не иметь права с этим сделать. готовность. Это в анамнезе. То, что у ребенка записано как готовность. То есть, ребенок приходит в вас, попадает внутрь, а мама рассказывает, короче, ты сейчас придешь в мир, где дело обстоит вот так. То есть, я тебе своими ощущениями рассказываю мир, в который ты придешь. что в этом мире нереально сложно невыносимо и защитить свои границы там это как минимум в анамнезе. Это есть ребенок. Мы это отмечаем. Ребенок готов. Дальше. В два месяца происходит событие, которое для вас до сих пор видно, является источником даже я пока не очень понимаю, но похоже, что очень глубокой вины такой, да? Да. Возможно, это событие запустило резким движением маховик вашей внутренней вины. Вглядываться, всматриваться в дочку, искать возможные повреждения какие-то что-то. ну, я так прикидываю. Потому, как вы сейчас это просто сказали эмоционально, я предполагаю, что вы застыли в этом месте, вы не можете из него выйти. и это место очень похоже на то, что вы, ваша дочка, это экзамен перед мамой. Это вы сейчас сказали, да? Вы никчемные, вы не справляетесь. доказать маме, что у меня все хорошо, вот, смотри, счастливо, у меня там семья, дочь, и тогда вместо вот этой фразы, дочь, может быть, тебе будет лучше без меня, я предложил бы заменить эту фразу на дочь, потерпи, потерпи, я скоро маме докажу, потерпи, пожалуйста, мне важно доказать. я вижу, что здесь происходит некое смешивание, как будто мой ребенок становится объектом, с помощью которого я, Надежда, свою внутреннюю систему противовесов, безопасность, ценность, признание, безопасность слово вы используете, да? Вы же ее у себя и нарушаете. Я не могу за счет, вы понимаете меня, что по поводу ребенка, да, у вас есть внутренние мерилки к темности и в общем-то к темности, взрослости и там ценности справляясь или не справились экзамен, да? И очень похоже, что вы застыли вне сдачи этого экзамена. Да, да, я чувствую, да, факт. Это номер три, потому что номер один это мой ребенок, моя навязчивая проблема, номер два, мои реальные границы как роды, я рожаю, чтобы их защитить, номер три, экзамен перед мамой, номер четыре, это то, с чего мы начали, значит, обратиться к себе, обратиться к себе, очень, ну, нельзя, обратиться к себе нельзя, быть собой нельзя, очень много тревоги, что из этого, давайте сейчас попробуем сначала очень коротко вот это место все-таки разрулить совиной в два месяца, смотрите, как вам кажется, может ли это совпадение или эти вещи действительно связаны, в два месяца стартует симптом, в два месяца падает ребенок спеленального строя. Да, это, то есть, однозначно, после вот этого случая, что она упала спеленного столика, у нас пошли вот конкретно поставили герматит, то есть, до этого там вот эти прыщечки, там что-то там хужето покраснело, прошло, покраснело, прошло, то есть, это запустило вот это вот маховиком все, это вот отпошло от этой ситуации. отлично. Скажите, пожалуйста, если мы сейчас делаем это предположение, что эти вещи связаны, получается, что вы не можете эту ситуацию до сих пор переоценить, произвести переоценку этой ситуации. Да, потому что чувство, что вот, ну, как это произошло, что я встала, не выспавшаяся после такой ночи, там она там что-то там была беспокойная, вот встала, просто с утра там хочу там сделать просто там, не знаю, вам, ну и просто выйти с туалет и она плачет, я ей просто оставила, да, и она вот немножко, ну то есть, у меня было злое продвижение, я вот это все такая, господи, дайте мне хотя бы в секунду на себя, там, уже злая, уже как будто у меня там КамАЗ проехал, то есть я проснулась уже без сил, и еще и оставила, что она упала, и мы вообще, ну то есть уже с этими чувственными, чего это происходит, и вообще плох. А в вашей жизни, в вашей жизни, в ваших два месяца что-нибудь интересное происходило, вы никогда не пили? Да, у меня мама рассказывала, что период моего младенчества, там, папа у меня пил, пришел домой, там, с белой горячей, что-то такое, мама меня, там, в этой люльке, вот там, что-то замахнулся с чем-то, там, не знаю, тяжелым, я уже там не помню, она меня схватила и убежала, то есть к соседке, как бы спасла, ну то есть папа пьяный, это какой-то там, то есть конечно никаких там убеждений, никто, никого, ну, убит, убит, не был, так сказать, но мама боялась его в этом состоянии, и вот она мне рассказала, то есть я сама это, конечно, не знаю, не помню, но говорила, что вот папа тогда у тебя в детстве, там, я тебя спасла, убежала к соседке, а то он там вообще... как бы было вам тогда... ну вот это вот как раз совсем со всем, скорее всего, одна зашема года, да, да, да. то есть вы вместе с мамой должны в два месяца пережить угрозу вашему ребенку, да? да, 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 да. а после того, как это произойдет, вы как будто бы надежда начинаете жить в пространстве, в котором небезопасно, да, постоянное напряжение, постоянная тревога. Чем отличается ваша жизнь от жизни мамы? Вот когда у нее два месяца ребенка, и у вас два месяца. У нее папа, у нее муж алкоголик, у нее белый горячий, а у вас? У меня все хорошо. Выбьющие мысли, у меня все хорошо, спокойно, то есть жаловаться не на что-то, абсолютно там, дома. Получается, что привычка, привычка жить в мире субъективном, да? Да. Субъективно ощущать? Да, да, да. Может получаться так, что ваша дочь несет на себе следы вашей памяти того, как пожилось вашей маме с вами. Небезопасно, страшно, тревожно, очень определенно. Да, да, да. Да, да. Да, вот сейчас. Ну что ж, вернемся к этой истории с падением в два месяца. Значит, вы хотите сказать, что в два месяца у вас была программа прожить небезопасность для ребенка, угроза. Ну, все, программа в этом. Прожили. Чего у вас, ничего, чего вы не можете в этой истории отпустить? Хорошо, программа. Я не могу научиться радоваться вот ну, ничему, то есть какие-то чувства заблокированы, либо их не было, либо их нет, либо их не ощущала, либо не имею пользу. Это вы про вашу тревожность. Я вам говорил, да, в курсе о том, что то, что вы описываете, может быть, типовая даже история для девочек, ну, часто девочек, у которых папы были алкоголиками, у меня был алкоголик, соответственно, очень много тревоги, контроль. Вы это показывали. Соответственно, будете страдать кожными заболеваниями. Обычно в чатах даже формируются такие условно группки такие, которые говорят, ой, да, и у меня тоже, тоже такая же история, тоже такая же история, да, 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 да. Вот. Очень типовая ситуация. Давайте вернемся, подождите, я слышу вас к падению со столика. Что для вас там рухнуло? Там не ребенок рухнул. что за жизнь? Ну, то есть, я испугалась морской ситуации. За ребенка? Да. Ребенок же выжил? Да. А симптом начал развиваться? Да. Что за магия? Расскажите мне. Ребенок выживает, все хорошо, вы повторили программу, куда шли к ребенку и сказали, слушай, сегодня ты должен, с тобой должна случиться ситуация, где я должна переживать как-то за твою безопасность. Сегодня, не знаю, завтра, послезавтра, но в ближайшее время это должно случиться, программа у нас какая-то странная есть, поэтому я могу довести себя до такого беспамятства, не заметить, мы должны с тобой сыграть программу, но ты выживешь, все будет хорошо. Симптомы зачем? Не тропите сейчас, пожалуйста. Если я проживаю жизнь с мамой, то мы потом начали ее лечить, то есть она упала, у нас были проблемы с низмой челюстью, какие-то раздробления кости, ничего не сделали, только назначили там, ну, в смысле, ничего не делали, на виду там операции, что-то такое, но назначили там препараты, сиропы, антибиотики, чтобы там не было воспаления, чего-то еще, инфекции, и они все, то есть, ну, сладкие там, 2-3 месяца, ну, вот это вот два месяца, и, то есть, я за, как говорится, таблетками ее закормила, потому что надо, чтобы не было там чего-то там страшного, а потом с таким чувством вины, что это все медикаментозная химия, и вообще это бесполезное, ненужное, и у меня вот эта вот ненависть к медицине тоже от мамы, что вот у нее, она мне тоже всю жизнь одно и то же там что-то не каждый день говорит, что вот, у меня там вырезали зоб, вот они такие все, хотя бы сама медик, но вот у нее всю жизнь ей сфотили, что она... Стоп, стоп, хорошо, услышу. ребенок пострадал, то есть, а челюсть была повреждена? она упала, была повреждена международная челюсть, сказали, что все срастет, и все срослось, и ближайшие 10-ти срослось и было хорошо, то есть, мы делали, наблюдали, но... Надежда, 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 как вам кажется, вы отпустили эту историю? Ну, судя по всему, что я постоянно об этом вспоминаю, нет. А как вам кажется, зачем ваш мозг эту историю не отпускает? Давайте показать формальную логику. О чем? Это чтобы ваша дочь, когда родила ребенка, тоже в два месяца повторила? Для этого вы храните? Нет. Ну, дай Бог, что вы ее храните. Спрашиваю, зачем хранить? Напоминаем. Согласен. Зачем? Чтобы в два года повторить? Ну, не в два года, в смысле два месяца, когда у вас дочь будет рожать. Повторить вновь? Я не хочу для того, чтобы напоминать себе о том, что надо следить за ней, надо дать ей безопасность, надо охранять ее, не знаю, оберегать, что ли, что она может без меня упасть. Что без меня она может что-то там абсолютно я согласен с вами. Я согласен с вами. Правильно. Все мамы это знают и так. И вы это и так знаете без вины. Все и так эти прописные истины знают. Зачем вы вспоминаете им эту картинку в нафиг, в нафиг, в нафиг, в нафиг. Еще. я в детском состоянии пока не знаю. То есть у вас обращаются к себе. Как-то заботитесь. сказать, стоп, 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 вы хотите сказать, что вы подавляете очень много раздражений и злости в себе? Да, я стараюсь подавлять это. Для того, чтобы не случилась такая ситуация? Вы хотите сказать, что вы можете написать одну из самых коротких книг бестселлеров, назвав ее «Я знаю, как уберечь ребенка». И все, там будет очень простой страница, будет треть страницы, вы пишете, просто нужно максимально сдерживать гнев, чтобы не случилось с ребенком вот это, вот это, вот это. Как вам сейчас это звучит? Ну, конечно, надо не доводиться до этих излости древнего раздражения. Надо, вот этот ресурс не могу поймать, что вот кольца. Вы слышите, что это и есть одна из причин симптома вашего ребенка. Кривая, кривая, абсолютно кривая логика. Излость, разряжение, подавление. Давайте так, я вам задам вопрос. Вы были на курсе, и вы должны были слышать, когда я рассказываю. Например, мама ребенка сталкивается с проявлением, например, сталкивается с проявлением какого-то покраснения у ребенка. Что делает в первую очередь ману? Вспоминает, что ели. Начинает вспоминать, что ели. И после того, как вспомнила, что ели, начинает этого бояться. А теперь расскажу про одну девушку Надежды. у Надежды случилась драма. Такая значимая для нее драма. Упал ребенок с перенального столика и даже очень сильно ударился. Жуткий страх, угроза жизни, смерти ребенка. Что делает в этот момент мозг? Он берет и записывает все, все возможные выводы, что были. И как с этой кашей, про которую я рассказываю, говорит, вот если ты сейчас вот это больше никогда не будешь делать, то им ребенком все будет нормально. Ухта! Ухта! Полно! Так же, как в примере скажем. Абсолютно. Это попытка зацепиться хоть за что. Взять под контроль. Хоть что это вещи совершенно я разочарую тебя не связанно, но ты их связала. Да. Сейчас. ты эти вещи вязал. создала узел. В той ситуации ты создала узел. И этот узел держит эту связь, которая звучит если я буду подавлять, давить, съедать весь гнев, злость, недовольство за своим я не знаю этим, то тогда я спасу тебя. Тогда я безапар и его, и себя. Ухта полная. начало до конца записал. Вот она первая притя тебе нравится им пользоваться? Работает? в тот момент ситуации с падением ребенка нужно прийти этот вызов развязать. Как это сделать? Не попасться на эту ошибку, которую я только что сказал. Взять и найти причину следствия. Причина следствия. Давай предположим, что причиной следствия могла быть автоматическая программа. Проблема не в том, что ты злилась, проблема в том, что ты должна была создать своей дочери ощущение, как будто живешь, как будто ты живешь рядом с мужем с алкоголем. Ты так живешь. Ты живешь с нормальным мужиком, а чувствуешь себя, как будто рядом с тобой человек, который в пространстве. Понимаешь? Вот главная проблема. Просыпайся. И вот этот узел, чтобы развязать, нужно взять и прожить беспомощь. Я действительно была уставшей. Я действительно извела себя. я действительно не в моей власти все контролировать. И это никогда не будет полностью моей власти. И беспомощь, Настя, и любовь к ребенку вот это ты можешь пожить вместо того, чтобы завязать этот узел. Все. Я больше никак все. Я просто довела себя. Я просто довела себя. Все. Мозг в этом шоке записал все выводы твои моментально. Я ту туфту все соединил вместе на всякий против. Но тебе не дают гарантии. Симптомы похожи на то, что ребенок тешится. Это постоянная твое тратосил на поддержание угла завязанного там. Вот это который ну и плюс ощущение экзамена перед мамой плюс ощущение как будто я живу рядом с алкоголиком ну в смысле ощущение жизни. Да, да, да. Все вместе это составляет огромное количество напряжения людей. которые нужны по кусочкам разбирать прорабатывать. Все таки еще раз что сейчас если я тебя верну в эту ситуацию два месяца когда ребенок упал. Покажи мне почему это произошло? Почему это произошло? Покажи сейчас как я хотела побыть я хотела внимание уделить себе я хотела уделить себе я хотела понимаешь почему тебе в том числе нельзя обратить обратить я должна быстрее мой мой мозг до сих пор помнит обращение к тебе может закончиться смертью ребенка в тот момент прожила внутри все весь комплекс ощущений я просто хотела обратиться к тебе и вот сейчас твоя дочь каждый день своим симптомом просит тебя мама дай нам с тобой разрешение обратиться к себе обращаться к себе она тебя просит мам выучить урок забудь эту историю мама ты имеешь право хотеть она симптомом тебя она говорит сделай это алло мама пока не выучишь урок я буду часа а мама говорит но если я буду обращаться к тебе ты опять откуда нибудь упадешь с тобой что-нибудь случится откуда это могло быть актуально в тех обстоятельствах да давай так что-то так что-то так Я полагаю, что ты в принципе не имеешь представления, как обратиться к себе. Не имеешь представления, право и разрешение до этой истории с ребенком обратиться к себе, и соответственно любые острые ситуации, которые возникнут, стрессы, они будут усугублять защиту, защитный механизм этот сам, они будут делать только сильнее. Например, как ты сейчас сказала, в два месяца, когда из-за ее травмы ты могла раскрутить маховик вины, ощущение экзамена, я никчемный, не справляюсь, я уже навредила ребенку, а у нее еще симптом полез, я из одного не вылезла, симптом включилась. Вот это вот и все, и еще я границы защитить не могу, и еще я должна тратить силы на сдерживание раздражения и гнева этого бесконечного, потому что с моим ребенком что-то случится. Я, честно, переключусь от себя куда-нибудь, я тут же из последних сил возвращаюсь обратно, давай, просыпайся, лошадь, мертвая лошадь, как говорят, лошадь умерла с лестницы, сдохла, сдохла с лестницы, но я не слезаюсь, я начинаю возвращать к себе, вот, и ты будешь только усугублять это, но это началось точно раньше. Ну, вот, не было у тебя права к себе, но его не было, оно в этой стрессовой ситуации просто сильно усугубилось, вот так я посмотрела. Плюс у тебя серьезный анамнез как во время фазы программирования со свекровью, так и в твоем детстве, где родители тебе подарили вот эту вот очень высокую и тревожную готовность. Вот, поэтому коротко сейчас перечисляю пункты для работы, и на этом, ну, и ты задаешь вопрос. Значит, первое, обязательно говорить с ребенком, говоря с ребенком, в первую очередь, ты говоришь с собой о фазе программирования, о том, что знаешь дочь, я оказалась в ситуации, где ощущала, что я не имею права голоса. Слава богу, что ребенок не болеет никакими, скажем так, флорингипедами, вот, врачи не пугали. Ну, нет, может быть пока полтора года, ну, то есть еще рано, ну, то есть еще маленькая работа. Не, не надо, не пугайся. Все, тебя напугать легко, там твоя вина с удовольствием будет пугаться. Пугается вина, она, так как она ничего не сможет сделать с угрозой, она обязательно возьмет это пугало. Короче, не имею права голоса, не могу защитить свои границы. Об этом говорить с ребенком, это про фазу программирования и переосмыслять. Опытно ты это уже делаешь. Хорошо, хорошо. Второе, значит, внимательно еще раз присмотреться к этому времени, два месяца, в тот момент падения. Как ты хитро, незаметно для себя превратила это падение ребенка, во-первых, ты запустила модель семьи своей, ну, то есть внутри по ощущениям, раскрутила маховик вины хронический, запретила себе раздражение и гнев. Странно, но наоборот, ты должна была сказать, это произошло, блядь, потому что я вообще, меня никто не слышит, потому что вообще, сука, сдерживают, сдерживаю, 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 не могу, блин, организовать вокруг себя нормальную заботу, чтобы отдохнуть. И именно поэтому это происходит, блин, чтобы все участвовали, все принимали участие в этом процессе и в том числе в моем процессе отдыха во всем происходящем. Нет, нет, мне надо еще больше себя подавлять. Делаешь странные, парадоксальные выводы, которые, наоборот, не решать ситуацию, не решили бы ситуацию. Отдохнувшая мама, которая организует процесс так, что ей хватает ресурсов, ты не могла стать такой. Границы, значит, почему ты до сих пор как рожаешь, говоришь, да? Вот это интересный момент. Второе, третье, получается, экзамен перед мамой, то есть это своя оценка себя как матери, и отсюда крик. Дочь, может быть, тебе без меня будет даже лучше, я не справляюсь. Вот это экзамен перед матерью, это странные отношения. Твоя дочь объект для выяснений таких незаконченных отношений внутри себя с матерью. Оценка постоянная себя, плохая, плохая, два, 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 неут, неут, неут. И твой симптом, симптом твоего ребенка, это сигнал, мам, давай уже сделай, чтобы вы могли обратиться к себе. Мам, мы имеем право на наше время, на наш ресурс. Мам, пожалуйста, решите эту задачу. Вот, коротко я тебе перечислил, все остальное будет без записи. Твои вопросы? Ну, вот по поводу экзамена мамы, это сработает метод крестьянский, работающий крестьян по поводу мамы. Ну, это какая-то у меня внутренняя такая уже моя. Наверное, если я скажу маме, что я... Я бы тебе предложил бы сжечь зачет. Да, я все, я двоечница. Я когда учился в школе, двоечники часто брали и просто выбрасывали, сжигали дневники и все, чтобы его не было, как возможно. Это вот так дети, это дети, казалось бы, мы посмотрим на это просто со стороны, думаем, ну, двоечник сжег дневник. А в действительности он говорит, тем самым дает послание, я не хочу, я отказываюсь. Он ходит в школу, там, продолжает, но он говорит, я отказываюсь от того, чтобы меня постоянно вот таким, какой я есть, там, никчемным, там, разгильдяем, постоянно оценивали плохим. Я не могу, я сжигаю дневник, потому что я не вына... Вот это, я направляюсь всю свою злость вот на это, мерило мое. Да пошло оно нафиг, все, я двоечница. И твой ребенок тебе аплодирует в этот момент. Сожги дневник, условно, я говорю, найди там, сделай этот зачет. Рабочий-крестьянский, да, можно поставить перед собой маму и рассказать ей, мам, ты знаешь, что я до сих пор жду от тебя пациента. Только она у меня теперь здесь, я ее сама себе от твоего имени ставлю, мой диалог с тобой, мои отношения с тобой, мам, до сих пор мне очень важны. Ты можешь воспользоваться разным способом. Ну, про это я поняла, да, все. А вот по поводу обратиться к себе, так как я, ну, как сказать, стараюсь, и там, и с подружками, но у меня работает обратная связь, что вот я провела хорошо время, классно, а тут опять к ночь с ним. Ну, или там, вот там уехали, там, отдохнуть, и тут опять обосновение какое-то. Я не понимаю, почему все работает наоборот, я стараюсь делать что-то для себя. То есть обратиться к себе... Прикинь, магия какая, да? Ну, ты сейчас... Тут два варианта. Либо ты сейчас... Либо это правда, либо ты сейчас как-то интерпретируешь факты в сторону вот этой штуки. Давай представим, что это правда. Какая-то это получается такая мистическая правда, системная, системная, то есть работает системно и работает. И мистическая. Скажи мне, пожалуйста, да почему она так в обратную сторону работает? Вроде бы отдохнула, но забыла про дочь. Ну, как-то вроде бы себе время уделила, а ее оставила бедненькую, несчастненькую одну, опять там, в безопасности. Себе уделить время это да, это... А ты разве можешь там себе уделить время? Ты, может быть, уезжаешь, а голова остается с дочерью? Еще больше. Ты же нарушаешь, что ты... Она же у тебя до сих пор голова в двухмесячном возрасте. Ты не думала об этом? Мы же с тобой сегодня нашли вот эту связку. Если я уделяю внимание себе, мой ребенок упадет. Здесь есть что-то точно работающее, и тебе это придется найти. Если мы допускаем, что это правда, а не ошибка интерпретации, да? Спакт, такая, знаешь, утрированная. Мамы просто часто делают так, чтобы совсем не позволять себе отдыхать. Они говорят, вот как только оставлю, что-нибудь обязательно случится. Но часто это обман. Начинаешь спрашивать, и оказывается, ну, не всегда, конечно, случается. Но я своей виной вижу только то, что случается. Поэтому я уточняю на всякий случай. Но если это правда, то значит ты не уходишь. Телом уезжаешь, а головой-то тут еще больше напряжения, страха. И твой ребенок покажет тебе правду. Правду! Он тебе показывает, говорит, мам. А вот так. Ты говоришь, ну, я же уезжала. Говорит, да не уезжала. Ты здесь сидел, трясущимися руками на меня смотрел. Вот я бы рекомендовал бы тебя здесь посмотреть. Да. Так что ничего, у тебя все будет хорошо. Я не вижу здесь сложностей. Я вижу здесь отсутствие навыка видеть, как мой внутренний мир меня руководит пока что мной. Мой внутренний мир, ну, в смысле, мои внутренние процессы. Внешний процесс ты отрегулировала на поверхности? С близкими, там, с родными. Хорошо, молодец. Теперь самый сложный этап – это вот то, что происходит внутри. Вот эти вот. Экзамен же, он внутри происходит. Внутри. Разрешение. Роды. Каждая защита границы внутри, внутри. Ну, их можно с мужем обсудить. Обратите отношения с собой, маховик, вины, вот это вот все. Внутри, внутри. Это вот внутренние процессы. С ними просто сложнее не с первого раза. Ничего сложного. Твой ребенок симптомом тебе говорит о слайде. Это послание, повторяй себе. Макс. Ты имеешь. Мам, научи нас. Научи нас обеих. Научи нас обеих уделять себе внимание. Чтобы это сделать, я предлагаю тебе начать уделять внимание себе осознанно. Ты делаешь следующее. Ты каждый день берешь и выделяешь, например, несколько раз по 15-20 минут. Для того, чтобы сесть и сказать, я ничего не буду делать полезного. Буду только сидеть и внимательно наблюдать за тем, как у меня внутри, у тебя. Как у меня внутри начинает чесаться. Какое-нибудь желание сделать то, сделать то, но я этого не делаю. Я буду сидеть и оставаться. И чем больше я смогу спокойнее оставаться, тем больше я буду видеть, как моя дочь спокойно может находиться в неделю. Вот это да, я сейчас прям прозрела. Потому что думала, сейчас я даже чай пью стоя и вот так вот. Ну, в смысле, я не присяду даже за то время там. Уничтожил этот кусочек голограмм обязательно. Все. Давай с тобой завершаться. Все вопросы в комментариях. Всем пока. Благодарю. До свидания. Ну что ж, дорогие друзья, завершаем наш трансляцию. Субтитры сделал DimaTorzok